Здравствуйте, мои золотые! Сегодня мы посмотрим такой расклад. То, что вы можете вместе достигнуть в этом воплощении с партнером. То есть, для чего вы друг другу даны. И какие у вас такие прям кармические задачи. Итак, что вы тут можете достигнуть? Ну, конечно, ваши высшие силы очень заинтересованы в ваших отношениях. Это первое. По звездам. Ну, все мечты, все иллюзии, все фантазии, все, о чем вы мечтаете, вы можете поставить общие цели и достигнуть. То есть, хотите, например, построить медицинский центр? Постройте. Хотите там организовать какой-то фитнес-центр? Организуйте. Ну, вот какие у вас общие цели будут, к этому придете. Здесь еще, может быть, очень звездный брак. То есть, вы можете оба прославиться благодаря своим каким-то делам, служению людям. То есть, вы можете быть очень хорошей такой партнер, как, например, Крупская для Ленина. То есть, вы мысли будете поддерживать своего партнера. Здесь за вашим домом с семьей будут постоянно наблюдать. Вы будете испытывать огромное количество всяких разных эмоций, как положительных, так и отрицательных. Здесь, знаете, здесь такой момент, здесь может быть потеря веса. То есть, если, например, мужчина энергетический вампир или мужчина помешан на спорте, то вы с ним вот будете как тростиночка, да? То есть, благодаря ему или ориентируясь на него, вы здесь прям будете худышкой такой, стройняшкой. Так, смотрите. Вы такой борец по своему характеру. У него есть какие-то страхи и привязанности к вам. То есть, это более сильная, более напористая такая личность. А он как бы тут за вами движется, да? То есть, несмотря на внутренний характер, вы больше уверены по жизни. И вы удачно будете выбирать все дороги, любые, да? То есть, находить какой-то компромисс. То есть, все, что вы выбираете, вы будете притягивать деньги и успех. Вот. И, смотрите, вы оба будете соперничать до самой смерти в отношениях. То есть, каких-то добрых, ласковых отношений у вас не будет. У вас будет такое, как постоянный квест в семейных отношениях. Это ссоры, конфликты, споры. Это доказывание друг другу. Это еще полудовитость. То есть, могут быть какие-то много детей. Друг за другом будете держаться, да? То есть, змеюшник у вас будет. Вы будете друг друга вроде как и кусаться, и размножаться, и развиваться. То есть, ваши отношения будут держаться на неиссякаемом источнике вот такой энергии прямо до самой смерти. Вы поймете, что бесполезно нервничать, переживать там и еще о чем-то думать. То есть, вы как бы закроете в себе на совсем вот эту ревность, недоверие, все, что с этим связано, да? Будете очень часто отторгать его какую-то любовную переписку, его порывы, будете пинать. Чем больше вы будете к себе притягивать. То есть, нужна такая партнерша, знаете, строптивая, стервозная, такая кусачая, такая зелючая, такая сильная, мощная, да? То есть, вот его будут постоянно будоражить и возбуждать вот это ваше поведение. То есть, если даже вы были не такая, если вы хотите с ним прожить, то вам надо прям разбудить себе вот эту вот глобальную стеру, да? Вот, смотрите, по лабиринту. Это постоянный будет такой момент. Будет он на вас тратить деньги, а не просто тратить деньги, а он будет вкладываться в вас, в ваши проекты, да? Здесь он пройдет какое-то определенное кармическое очищение от жадности, да? Такое душевно больное очищение, скряга такой человек. Но длительный период времени вы на эту тему с ним разговаривали. Когда он поймет свою выгоду, мужчина начнет вкладываться, потому что вы уже будете общая такая семья. Он будет понимать, что вы деньги вкладываете в дело. Сумасшедшая страсть сексуальных отношений. Прямо горите вы друг другом, да? То есть у вас еще отношения будут над этой страстью держаться, подпитываться очень сильные в сексе. Вы, кстати, им будете благодаря сексу очень сильно манипулировать, да? Как бы, чтобы он вам купил шубку, купил домик, купил машину. Вы будете благодаря сексу красиво манипулировать. Будет он получать свои, по бумерангу, свои вот эти вот шишки за то, что он когда-то там над вами издевался. Человек будет постоянно беспокоиться, грызть яблоко ревности, будет понимать, насколько у вас страстное, сексуальное, привлекательное. Как вы привлекаете внимание мужчин. То есть ему будет все время не до других женщин, потому что здесь под боком прям такое солнышко будет. Сильная борьба, постоянная игра в отношениях. Знаете, как маленький ребенок такой творческий, эмоциональный, он будет играть, ему необходимо, а вы в этой борьбе будете приобретать силу и мастерство. Все время будете его обыгрывать. То есть он такой, знаете, глупенький мальчик, которого вы все время обыграете. И все время вы будете подниматься в росте. То есть обыграли, поднялись на полесеньки, обыграли, поднялись, а он такой все останется где-то там в низах. Вы уже все его деньги загребете, а он все будет думать, почему он проиграл вам. Очень вы мудрая, знающая, ведущая, образованная. Человек, которым много интересуется. Человек, который может обладать магическими способностями, может развиваться в эзотерике, может познавать какие-то знания. Будете очень сильно защищать свою стабильность, дом, семью, бизнес, работу. Очень инициативный оба в работе. Будете гореть работой. Что-то будет очень такое общее, связывающее. И даже в работе вы будете все время заниматься перетягиванием одеяла на себя. Так, вы у него будете, знаете, как бы воровать молодости красоту. По дьяволу легко. Да, то есть как бы будете как энергетическая вампирша, питаться его молодой энергией. То есть вы это будете уметь делать. Благодаря общению. Он будет выбрасывать свой огонь, свои эмоции, свои чувства. А вы будете раз и на себя эту энергию тянуть. То есть найдете у него слабое место. Вы будете для него сложной, недосякаемой всегда. Такая женщина, знаете, богиня, королева. Он тут очень много будет у вас учиться. И очень ему придется много учиться какой-то холодности в эмоциях. Потому что он будет видеть, как вы умеете бездействовать о его сторону. То есть ваша борьба – это бездействие. По судьбе вам идет богатство совместное. То есть благодаря друг другу вы очень много заработаете денег. Скучны будут его хитрости и интриги. Вы будете видеть насквозь. И будете видеть, что он как-то неоригинален человек. То есть это будет вас разочаровать. Долгий период времени будете тусоваться в каком-то грандиозном таком обществе. Около вас будет крутиться очень много поклонников. Что его будет обезоруживать по справедливости. Вы будете как свободный такой человек держать вот эту дистанцию даже в браке. Постоянно будете его унижать мастерски. Потому что ему необходимо по его дате рождения. Вы благодаря этому будете получать такое развлечение. И мстите ему за его поведение раньше. Вот это наказание от высших сил. Ему придется дарить вам подарки. Дарите вам деньги. И смотрите, будут у вас какие-то сомнения по поводу того, что он с кем-то переписывается. Потому что он как будто бы не может без этого. Но вы его настолько будете доводить до состояния ревности, что ему как-то не до переписок. Очень много тайн будет в отношениях таких загадочных. То есть судьба все время как будто бы в тайне держит как кота в мешке ситуацию. Потом для вас выбрасывает. И вы ее будете преодолевать. Иллюзии фантазии по поводу того, что правильно ли вы сделали выбор в сторону продолжения рода. Именно с этим партнером. Вам будет казаться, что он очень жадный на эмоции, на деньги. Вообще жадный такой. Но семья. Будет здесь семья, рождение детей. Бесполезно как-то пытаться подчинить друг другу. Здесь, знаете, две яркие личности. Эгоистичный, эгоцентричный. Он все время как-то по легкости, по дураку получает какие-то свои результаты. И вам иногда будет казаться, что вы замуж вышли за какого-то дурака. Но здесь очень много таких аспектов, которые вас заставят выйти замуж. Вы ему разобьете сердце. Он останется, не получив какие-то финансы от вас. То есть вы тут покажете, что вы не нуждаетесь в его привязанности какой-то. И не привязались сама. Будете к нему недоступны. Поэтому в этом году он прямо будет стремиться на вас жениться, понимая, что он вас теряет. Вот видите, он постоянно как бы воздерживается, находится в таких вот энергиях холода, да. Но ему очень скучно. Он постоянно будет что-то двигаться в вашу сторону. И поймет, что только с вами он может зарабатывать много денег. Что здесь могут быть стабильность, бизнес, возможности, развитие. То есть он может здесь получить, как бы взяв вас в жены, получить все богатства мира. То есть вы кладезь такой, да. Несмотря на то, что знакомство в социальных сетях и любовь через социальные сети. Знаете, как бы тут флирты, ничего серьезного не было как бы в априоре. Сейчас он переживает не открывать истинного лица, прячет свои переживания. Вы стабильная эгоистка, эгоцентристка, молчите. Ему придется принимать решение в сторону ваших партнерских отношений, выбрать вас для брака и семьи. И будет он вам преданным таким щеночком, да. То есть человек, который найдет свою хозяйку. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.